Сегодня Всемирный день трезвости и борьбы с алкоголизмом. Ежегодно во многих странах в этот день проводятся мероприятия в рамках этого праздника. На территории Карачаева-Черкесии проходит серия профилактических рейдов «Трезвый водитель». Задача автоинспекторов – минимизировать количество происшествий на дорогах с участием любителей спиртного. Подробности в сюжете Артур МХЦ. До 6-го числа у нас проходит мероприятие «Трезвый водитель». Хотелось бы вас предупредить о том, чтобы, я понимаю, вы женского повода, не садиться за руль в нетрезвом состоянии, не передавать свой автомобиль человеку, который состоит в алкогольном опьянении, быть аккуратными за рулем. Правила соблюдать, быть аккуратным с вами, главное. Вам счастливого пути. Спасибо большое. В середине рабочей недели автомобили не спеша двигаются в центр региональной столицы. Вряд ли среди водителей есть те, кто рад остановке полицейскими. Однако все они понимают важность профилактической работы, которую стражи порядка проводят с автолюбителями республики по теме нетрезвости за рулем. Я считаю, что пьяным садиться за руль – это опасно для общества, для людей в первую очередь. Ну, для других водителей. Стоит ли садиться за руль? Ну и мало ли может какая-то критическая ситуация. Нет, не стоит. Он подвергает, прежде всего, жизнь других людей опасности и, по-второму, свою жизнь. В прошлые годы на дорогах Карачао-Черкесии автоинспекторы фиксировали немало случаев вождения транспорта в нетрезвом виде. Последствия подобных бездумных поступков порой были очень трагичными. Все-таки в подобном состоянии человек не может полностью контролировать свои собственные действия, не говоря об уверенном управлении быстрым средством передвижения. Оперативно-профилактическое мероприятие «Трезвый водитель» у нас проводится на территории Карачао-Черкесской республики не в первый раз, но направлено на предотвращение дорожно-транспортных происшествий с участием водителей, управляющих автотранспортом в состоянии опьянения. Проводится сотрудниками госавтоинспекции, проводятся сплошные массовые проверки водителей на степень опьянения. И хочется довести до сведений наших водителей, что когда человек отказывается от прохождения медицинского освидейства на состоянии опьянения, пускай это будет на месте или же уже впоследствии в медицинском учреждении, это также приравняется к тому, что лицо находится в состоянии опьянения. В дальнейшем в отношении такого отказника также будет применено административное наказание в виде штрафа в 30 тысяч рублей и лишение права в течение от полутора до двух лет управлять транспортным средством. Данное мероприятие направлено на то, чтобы предотвратить и пресечь те административные проношения, связанные с тем, что водители в нетрезвом состоянии передвигаются на своих автотранспортах. На сегодняшний день с 1 числа было составлено один административный материал по части 2 статьи 12.7 и по части 2 статьи 12.26. То есть эти статьи ввлекут то, что 12.7 часть 2 – это будучи лишенным право управления, севши за руль автомобиля. А 12.6.2 часть 2 – это отказ от административного деятельства в специальном учреждении. Автоинспекторы обращаются к водителям с просьбой садиться за руль только в трезвом виде, уважая таким образом и себя, и остальных участников дорожного движения. Артур Мухцелий Бастанов, Вести, Карачаево, Черкесия.